Все мы прекрасно знаем столичную улицу имени Ярославского, а ведь этого большевика в свое время называли советским попом, так как в 20-30-е годы прошлого столетия он считался главным авторитетом партии по церковному вопросу. Емельян Ярославский в 1925 году стал председателем Центрального Совета Союза воинствующих безбожников. Далее тема продолжит наша постоянная рубрика «Печать истории». Именно Ярославскому принадлежит ставшая знаменитая в Советском Союзе фраза «Борьба против религии, борьба за социализм». Ярославский был редактором журналов «Безбожник», «Безбожный крокодил», «Безбожник у станка». Он выступал за запрет на исполнение церковной музыки и составлял списки запрещенных книг, в которые вошли произведения Платона, Канта, Толстого, Достоевского. И за ярую активность сторонника Ленина после революции центральной улицы Якутска под названием «Полицейская» было даровано новое имя – улица имени Ярославского. На этой улице располагалось Якутское полицейское управление. Также рядом с этим полицейским управлением и находилась пожарная часть города Якутска. Вот эти вот части, вот эти пожарные части, остатки этой пожарной части можно было еще видеть еще в начале 90-х годов. В полицейское управление, к слову, находилось на месте, где сейчас располагается этот высотный жилой дом. А попал Ярославский в Якутию в 1913 году. Находясь в ссылке, большевик продолжал свою революционную деятельность. Открыл тайно-литературный кружок Кискиль, служителями которого стали Аюнский, Неустроев, и позже к кружку присоединился Максим Амотов. Кстати, все вышеперечисленные в то время были воспитанниками реального училища, здание которого и по сей день находится на улице Ярославского. Насколько я знаю, что здание реального училища, оно к столетию Якутской АССР, то есть это к 2022 году, стоит в плане реставрации. То есть это будет финансировать ее и Российская Федерация, и наша республика. И что будет там? То, что здесь будет, пока я не могу сказать, но, скорее всего, это все-таки учебное заведение, то есть это большие аудитории. А угол Ярославского-Кулаковского горожане знают как местонахождение прогимназии, где некогда получили среднее образование те же Аюнский, Амосов, Барахов и другие. Какова судьба прогимназии нашему герою неизвестно, ведь пожар два года тому назад уничтожил 80% здания. А между этими двумя домами находится знаменитая на весь мир шахта Шергена глубиной в 116 метров. История колодца началась еще в далеком 1828 году, но об этом мы расскажем вам в другой раз. Субтитры создавал DimaTorzok